Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 24 января, день Феодосия, назван в честь преподобного отца Феодосия Великого. Феодосий учился у знаменитейшего из всех отцов, живших в Иерусалиме и его окрестностях, старца по имени Логин. Он имел свою келью при столпе, который с древности назывался Давидовым. Затворившись там, он с особым тщанием выделывал сладкий мед добродетели. Здесь Феодосий принял начало иноческих трудов. Учился у старца всякой добродетели, ибо тот преподобный был велик словом и житием. Этот день в народе называли днем Феодосия Весняка. Присматривались к погоде, чтобы судить о том, какой будет осень, когда придет весна, какого будет урожая. Сегодня обычно было достаточно холодно. Многие люди болели лихорадкой трясовицей. Это простуда с температурой. Эту болезнь представляли в виде злой женщины в черном одеянии. Для того, чтобы прогнать болезнь трясовицу, напускали в помещение различных неприятных запахов. Также лихорадку можно было прогнать сегодня, если топить печь, а вином, который выделял дым. Также больного парили в бане. Проверено средство при простудах. А маленьких детей, если не заболели лихорадкой, укутывали на ночь в шкуру животного. Если шкуры не было, закутывали в шубу. Приметы. Если сегодня погода была теплая, весна наступит рано. Отсюда и поговорка. На Феодосея тепло, дело на раннюю весну пошло. Если и не на деревьях большой и висит гладко, лето будет плодородным и с хорошей погодой. Если идет снег сырой и ложится плотно, будет дождливая, но урожайная. А вот морозы на Феодосея неблагоприятны для будущих яровых. Отсюда и другое название этого дня. Морозы худосеи. Если оттепель сегодня будет сильная, то весна будет очень короткая. И вновь поговорка. Если в январе март, то в марте января жди. Если утром идет снег, вечером ударит мороз и будет держаться долго. На крышах висят сосульки, февраль будет теплым. Сегодня у нас в меню очень целебное блюдо. Пшеная каша с тыквой или оранжевая каша. О постях у нас сегодня Надежда Ивановна Плодникова. Доброго здоровьица! Доброго здоровьица! Вы пришли не спустимыми руками. Я знаю, что вы любите готовить. Да, я пришла сегодня уже с готовой кашей, приготовленную по вашему рецепту. Обычно я тыквенную кашу готовлю на молоке и на миксе. Сегодня приготовленную по вашему рецепту на воде и просе. И очень много вопросов. Почему? Почему на воде и почему с просом? Давайте сначала разберем, почему именно на воде и на молоке. Действительно, если использовать кашу на молоке, но она будет, как бы сказать так, вроде бы и сытнее и лучше. Но дело в том, что здесь добавляется белок. И белок молочный, он не совсем сочетается и с просом. И получается, что этот продукт является слизеобразующим. Поэтому эту кашу нежелательно есть лицам, которые часто болеют простудными заболеваниями. Это предрасполагает, то есть образует в организме слиз, который в этом климате сыром, холодном. Она еще возбуждается и ведет к простудам. Поэтому лучше всего убрать, просто сделать на воде. А вот что касается проса, проса это, знаете, намного будет полезнее, нежели рис. И в первую очередь он получается обдирной у нас также. А множество микроэлементов, которые находятся и дают пользу для нашего здоровья, они находятся в оболочке рисатора. А там уже нет. В просе же это есть. И, кстати, проса, знаете, она такая маленькая и обладает рядом таких уникальных свойств. Сейчас я расскажу, какие это именно свойства. Еще древние говорили, что у него вкус сладкий и вяжущий. Свойства горячи в первой степени и сухие во второй. Оно легкое. Что значит такое горячи в первой степени? То есть, когда что-то съешь, например, если рис съели, он особо не поднимает обменные процессы в организме и тем самым особо не разогревает организм. Просто съешьте за счет обменных процессов, которые идут пищеварительные, организм разогревается. Вот это уже ведет к тому, что, как бы сказать, легкий разогрев организма, древний горнен, в первой степени разогревает. Значит, сухое. Раз оно сухое, то оно в воду на себя еще упитывает и тем самым подсушивает. И за счет сухости оно еще и легкое. Поэтому оно стимулирует такие жизненные принципы, как сухость бывает в организме и дает теплоту. Это древние называли еще жизненный принцип теплоты с жалчем. Вот таким вот образом. Это понятно. Обладает закрепляющим и высушивающим свойствами. То есть хорошо. Кстати, пшено способствует тому, что хорошо сращивают различные переломы. Если у вас переломчик есть на полкости, ну, пошли в водолеты, споткнулись, упали, там, ипс и так далее, то как быстренько восстановиться. Вот эту как раз кашку, которую вы сделали, пшенную с просом, ее-то и надо будет есть почаще. Вот. Значит, что она еще делает именно просто? Она способствует тому, что дробит разные камушки в мочевом пузыре. Значит, увеличивает мочеотделение. То есть моча быстрее будет выходить, не будет никаких отеков. Особенно, знаете, разные будут на ногах, там, сердечное происхождение, прочее, прочее. Но, значит, оно вредно для беременной женщины и, значит, переваривается она все-таки помедленнее. Поэтому надо, как бы сказать, дать время тому. То есть она более-таки рассыпная. А почему тогда нельзя добавлять по вашему рецепту сахар? Хоть немножечко. Я думаю, что по моему рецепту можно туда добавить немножечко сахара, для того, чтобы вкус был приятный. Но, если мы с вами используем тыкву, а тыкву лучше всего использовать сладкий к старту, то вот эта сладость, естественно, которая имеется в тыкве, пусть она создает необходимый вкус. Значит, обычно разные бывают пропорции. Вот какие пропорции соблюдаете вы при приготовлении вот этой тыквенной каши? Это, значит, нам стакан проса. Стакан проса. Стакан проса. На стакан проса три стакана воды. Очень желательно побольше тыквы. Где-то примерно грамм 400 не помешает. Грамм 400. Вот мы нарезаем мелко тыквочку. Заливаем водичкой, ставим на огонь. Как только закипело, и начинаем на медленном огне варить где-то примерно минут 10-15. Это, значит, как ты бы ухорошил эту тыквочку. Затем мы добавляем промытое фросо. Но не просто промытое фросо. А, да. Вот никакого способа. Мы прогнули его, свеяли водичку, а потом вот кипятком, ну, буквально минутки 3-4, как бы, побольше завариться, может, поглячее было. Кипяточком, да? Кипяточком. То есть, таким образом она как бы идет, предподготовка для пшена, для кашки. Да. И быстрее она, наверное, уже там упаривается. Да, и добавляем уже тыквочку, помешиваем. Немножко добавляем в солички по вкусу, так что без соли это не будет так вкусно. Обязательно нужно, чтобы не пропустить какие-то такие специи. И вот после того, как это проварилось, минут 20-15, в зависимости, смотрим, как уварилось, заворачиваем. И у нас снова упаривается минут 25-30. Уварилось. И потом мы ее аккуратим. Вставайте, показывайте свою красоту. Вытаскиваем. И открываем. Вот у нас каша. Ой, какая каша у нас получается. Да, и вот вы знаете, что, когда я варила, ну, варила раньше, я так думаю, что буду варить только на водичке, добавляла даже не только вот молочко, но в конце варки добавляла немножечко и топленого молочка. Но сегодня это было удивление, что получилась именно такая красивая оранжевая каша. Двадцать девятые лунные сутки. Энергетика этих суток крайне неблагоприятна. Поэтому ее ассоциируют с чудовищем морских глубин, осьминогом. И все это происходит потому, что волнение океанических вод и жидкость организма влияет на наши психологические и жизненные процессы, внося в них разлад. Чтобы противостоять этому и помочь организму пережить эти сутки, рекомендуется соблюдать во всем ограничения, физическое нарушение, питание, воздержаться даже от интимной близости. Это же касается и общения с людьми. Сторонитесь всех, кому вы чувствуете антипатию и недоверие. Подсознание подсказывает нам, что это не наши люди. Так, зачем с ними общаться? Сегодня подводите итоги, как вы прожили этот лунный месяц. Тридцатые лунные сутки. Эти лунные сутки бывают не в каждом лунном месяце. Их значение аналогично 29-й лунным суткам. Ничего нового не начинайте, а заканчивайте и подводите итоги прошедшего лунного месяца. Важно отдать долги, чтобы в новый месяц вступить ничем не обремененным. Питание сегодня должно быть легким, но плотным. Голодать не надо. Если имеется склонность к отекам, сократите количество выпиваемой жидкости и соленой пищи. Физической нагрузки ограничьтесь утренней зарядкой и пешеходной прогулкой. Сейчас не время тратить энергию. Хорошо сегодня почистить жилище с помощью благовония и святой воды. Первые лунные сутки. Первые лунные сутки, подобные светильнику в ночи, указывают путь. Маленький жизненный цикл, которым руководит Луна, начался. И вместе с его началом смело стройте свои планы, мечтайте. Энергетика лунного цикла поможет вам в их воплощении. Так как в это время активна голова, то не следует задурманивать ее алкоголем. Также воздержитесь от специй. Они излишне перестимулируют и этим нанесут вред. Вообще, еще продолжаются высокие приливы, оказывающие повышенную нагрузку на организм. Поэтому это время проведите спокойно и умеренно во все. Что касается очистительных процедур, там можно промывать лобные и кайморовые пазуки. Продолжение следует...